Уникальная дальневосточная здравница Кульдур расположена в еврейской автономной области. Популярным курорт стал около ста лет назад, но как здесь рассказывают о целительной силе кульдурской воды задолго до этого слагали легенды местные жители. Они передавали друг другу истории о чудесным образом исцелившихся больных и необычном благотворном воздействии местной воды на организм человека. Официальные научные исследования тут начались в 1910 году. Тогда же и был доказан лечебный эффект от минеральной воды Кульдура. Когда отдыхающие приезжают в санаторий, многие задаются вопросом, почему уносят такое необычное название Кульдур. Так вот, здесь существует такая легенда, что в давние времена охотник тунгусский охотник охотился на оленя, шел за ним буквально по пятам и в какой-то момент он увидел, что олень лежит в луже. Охотник подошел ближе, опустил руку в эту лужу и вода там оказалась горячей. Охотник воскликнул Хульджиури, что с тунгусского языка означает горячая вода или горячий источник. Уже затем название несколько изменилось, превратилось в Кульджур и затем уже для более привычного русского языка Кульдур, а олень стал символом этих мест. Как рассказали журналистам врачи санатория, за годы работы с дравницей здесь разработали уникальные методы лечения. Эффективность 98%. Заболевания лечат разные. Здесь и болезни опорно-двигательной системы, неврологические недуги, бесплодие и многие другие. Доктора сразу оговариваются, противопоказания тоже имеются, так что ехать с больным лучше с полным обследованием. После разговоров переходим к делу и на практике коллегам-журналистам предложили пройти некоторые процедуры, в частности принять жемчужную ванну. Попробовали на себе журналисты и эффект от грязи лечения. Также сделали ингаляции все с той же живой минеральной водой. Наша вода действительно уникальна во всем мире. Это не голословные заявления. Это подтверждено документально больниологическим заключением научно-исследовательского института в городе Владивостоке. Уникальность нашей воды в том, что она содержит практически всю таблицу системы Менделеева. Она относится к группе азотно-кремнистых термальных вод и содержит большое содержание фтора – 19 мг на кубический дециметр и 150 мг на кубический дециметр кремнистой кислоты. Как рассказал Сергей Гончаров, сейчас на Торе переживают второе рождение. Год назад здесь сменилось руководство, началась активная работа по привлечению интереса к здравнице. Сюда, говорят, приехать можно не только здоровье поправить, но и душу отвезти. Чистый воздух, красивая природа и тишина, которой лишены городские жители. Врачи даже рекомендуют, чтобы лечение было эффективным от сотовых телефонов и просмотра новостей по ТВ лучше отказаться. Но посмотреть, к примеру, фильмы вполне можно. Правда, сигнал здесь не очень хороший, зато на выручку готов прийти сотовый оператор, организатор нашего пресс-тура – компания Мегафон. Специалисты на деле продемонстрировали приложение Мегафон ТВ. Подключаешь телефон к телевизору, запускаешь приложение и смотри, что хочешь в отличном качестве. Она, безусловно, четче, безусловно, ярче. Из развлечений в Кульдуре есть, к примеру, мини-зоопарк, а также музей. Он, кстати, здесь довольно интересный. Несколько комнат, большая часть посвящена истории «Здравница». Здесь вот этот снимок показывает, как в далекие 50-е годы больные принимали четырехкамерные ванны. Вот в этих тазах они лечили ноги, а вот в этих мини-ведрах руки. То есть понятно, что сегодня это все в прошлом, сегодня современные четырехкамерные ванны из пластика и так далее. Ну вот так это начиналось, так это здесь было. В настоящее время заполняемость санатория составляет 30-40%. Во время нашего визита здоровье здесь поправляли 150 человек. В советские времена отдыхающих было, конечно, больше. «Здравница» пользовалась огромной популярностью. Сейчас же люди все чаще отдают предпочтение курортам заморским. Между тем в Кульдуре не унывают и говорят, сделают все возможно, чтобы санаторий вновь занял прочное место среди популярных российских здравниц.